Привет! Меня зовут Максим Шитов и сегодня мы начнем готовить завтрак. Завтрак у нас будет, на мой взгляд, необыкновенный. Необыкновенен он будет тем, что мы возьмем обыкновенную гречку. Мы ее не будем готовить, мы ее просто зальем водой на ночь или, если мы торопимся, мы просто зальем ее кипятком, но если ее залить на ночь, она набухнет, набухнет ровно в два раза и вот что с ней произойдет. Казалось бы, необыкновенный рецепт тем, что мы ее не варим, но в ней остается очень много полезных свойств, очень много микроэлементов. Если мы ее будем варить, то все просто-напросто уйдет. Итак, возьмем стаканчик с нашей гречкой, высыпаем ее, посмотрите, какая она рассыпчатая и необыкновенная. Первый рецепт это наши замечательные сухофрукты. Это курага, это чернослив, это инжир. Можно, конечно, было бы замочить их на ночь тоже, тогда бы они были вялые и невкусные. Мы этого делать не будем, мы просто-напросто произвольненько порежем и положим туда. Сухофрукты нам, конечно же, можно кушать и они очень полезны и вкусны. Я думаю, что этого нам хватит. Для нашего рецепта нам понадобится йогурт. Йогурт питьевой. По возможности он должен быть однопроцентный, чтобы не перегружать организм. Перемешиваем, посмотрите, какая красота. Я думаю, что было бы неплохо добавить сюда что-то красненькое. Возьмем сливку, разрежем ее вдоль пополам. Вытащим ловким движением руки косточку, выбрасываем ее и нарежем произвольненько красивыми такими долечками. Вот уже наша гречка заиграла. Какие цвета и как все вкусно, полезно и просто. Последний нюанс. Возьмем немножечко мяты. Кстати, абсолютно интересный, на мой взгляд, секрет. Если вы живете в мегаполисе, в котором, например, живу я, это Москва, покупаем зелень, покупаем мяту, пока едем до дома, она просто-напросто увядает. Так вот какой секрет. Опустить ее в стакан с водой или в мисочку, или в полусферу, засыпьте льдом. Буквально через 15-20 минут она живет и станет нежной и воздушной. Я возьму мяту, немножечко порублю ее соломочкой и добавлю в нашу гречку. Кстати, по поводу мяты есть еще одна очень важная фишка. Многие диетологи рассказывают сказки, что мяту мужчинам кушать нельзя. Так вот я сломаю стереотипы и скажу вам, что для мужчин мята в маленьких количествах становится афродезиаком. Рекомендую, угощайте своих мужчин, дамы. Итак, перемешиваем. Напомню, что же у нас здесь. Гречка ночная, которую я залил водой, добавил йогурта, сухофруктов, мяты, сливы. И вот наш полноценный завтрак готов. Мне кажется, необыкновенно, классно и вкусно. Попробую. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok